Как принятие закона о повышении ряда налогов отразится на нашей с вами жизни? Вроде бы, казалось бы, все и так предельно ясно, как хреново оно отразится на нашей с вами жизни, но давайте разберем по пунктам. В настоящий момент в парламенте рассмотрения своего ожидает уже вторая исправленная версия правительственного законопроекта о повышении ряда налогов. Среди прочего, документ уже в нынешней редакции предлагает повысить ставку военного сбора с 1,5% до 5%. Эта сумма, этот налог вычитается из вашей официальной зарплаты. То есть, люди, которые работают неофициально или если вы просто пошли в магазин, этот налог не считывается с вашей зарплаты. Внедрить уплату военного сбора ФОПом первой и второй группы в размере 10% минимальной зарплаты. Также предлагается установить военный сбор в размере 1% для третьей группы плательщиков единого налога. Также планируется установить ежемесячные авансовые взносы для АЗС. Раньше обсуждалась сумма, что это должно быть, по-моему, 60 тысяч с каждой АЗС в месяц. Установить ставку налога на прибыль для банков в размере 50% на этот год. Повысить ставку налога на прибыль для финансовых компаний до 20%. Повысить, внедрить ежемесячную счетность по НДФЛ. Это главное изменение. Убрали изменения, которые касаются все ювелирки. Там планировали им поставить военный сбор до 30%. Даже до сейчас уже ювелирные магазины достаточно пустые. Туда могут прийти только люди, которые инициировали данный законопроект. Если бы повысили еще им налог на 30%, то в таком случае они бы просто все закрылись. Ну а НДС для нас с вами все-таки повысится на 3-4% пункта. Если сейчас он 20%, то будет 23-24%. Эту норму, если не ошибаюсь, ее не изменили. В остальном же все равно идет речь о том, что платить мы с вами будем больше и дороже за все товары и услуги, на которых отразятся данные нововведения. Это касается, я думаю, ну что в 100% всех услуг так или иначе мы соприкоснемся с новыми изменениями. Мотивация для повышения налогов предельно ясна. С его помощью правительство планирует хотя бы частично покрыть бюджетный дефицит в этом и в следующем году. По этой же причине повышение налогов уже поддержал Международный валютный фонд и сказал, что без повышения налогов, пока мы не увидим, что вы действительно что-то пытаетесь сделать, мы не будем вам выдавать помощь. Помощь. Помощь это пару миллиардов долларов, сколько там они дают, раз в квартал, и из которых ты все равно отдаешь 90%, 95%, 98% обратно им за прошлые долги. Это называется помощь. Говоря о бюджетном дефиците, некоторые депутаты даже заявляли, что в сентябре денежные довольствия военным могут начать выплачивать из средств, отведенных на зарплаты, например, учителям. То есть в таком случае военные могли бы получить зарплату, а учителя и другие бюджетники нет. Они бы ее типа там получили потом, и то не факт. Очевидно, что такие заявления явно делаются для того, чтобы подчеркнуть, что мы в настоящей заднице, и что деваться нам с вами некуда, и нужно еще немножечко напрячься. Так, как повышение налогов повлияет на экономику государства и на наши с вами жизни в целом? Ответ на первый подпункт этого вопроса тоже предельно понятен. Власти надеются собрать с бизнеса и граждан как можно больше средств для частичного покрытия бюджетного дефицита. Это не получится сделать в полной мере аж никак, и эти средства они явно могут получить. Но опять же вопрос в объеме, потому что я думаю, что своих целей явно не достигнут, потому что покупательная способность граждан падает с каждым месяцем, я думаю, все ниже, ниже и ниже. Поэтому об эффективности будущего закона можно только лишь гадать, насколько он будет страшным и насколько он будет эффективным, полезным для наших всех чиновников, которые все это придумали. Будем с вами смотреть, но я думаю, что вряд ли что-то будет сильно позитивное, учитывая в принципе настроение в обществе. После повышения налогов ФОП всех групп станут жить хуже, потому что налоги станут выше. Они и так еле-еле сводят с концы с концами, особенно что касается мелких ФОПов, которым будет труднее платить по новым счетам. Здесь все просто, потому что отъем большего процента заработанных средств в виде налогов при сохранении прежнего уровня заработка не приведет к успеху никого. Приведет только лишь к усугублению бедности в нашей стране. Но все это, конечно, касается легальной части экономики, потому что нет сомнений в том, что некоторые предприниматели даже, которые находились в тени, они в принципе там и останутся явно. А те, кто были, работали в белую, могут уйти в тень наоборот. Их будут, конечно, пытаться ловить, наказывать, вот это вот, махать пальчиком, как вы могли. Это же все наши бюджетные денежки, пожалуйста, что же вы такое творите. Но, как у нас это принято, найдут далеко не всех и не каждого. Конкретный прогноз, за какой процент может уйти в тень, невозможно, но я думаю, что цифра будет приличная, потому что иначе, иначе просто вообще никто не будет работать. Все закроются и никакой работы в белую и в черную вообще не будет существовать. Что же касается самой стратегии повышения налогов, она, конечно, не может решить проблему, начиная вообще с ее основания. Потому что для того, чтобы повышать налоги, нужно сначала повысить уровень жизни граждан. Так мы просто платим с вами в тупую налоги, которые идут непонятно куда и на что. У нас денег буквально всегда не хватает. Их не хватало и до войны, их не хватает сейчас. И как должно помочь вообще повышение налогов, мало понятно. Я думаю, что, возможно, и там тоже мало кто понимает, зачем это надо. Это делается только для того, чтобы показать МВФу и тем, кто там нам дает денежата и очень сильно требует каждый раз ввести очередное нововведение, чтобы мы показали им, что мы еще способны на принятие важных, но тяжелых, необходимых решений. Но все забывают о том, что граждан, как и овец, нельзя стричь постоянно. Или же давайте на примере гусей, как у нас это уже принято, нельзя постоянно ощипывать гусей, потому что не успевают расти перышки у гусей. А для по-настоящему надежного перекрытия бюджетного дефицита в украинской экономике, конечно, желательно заняться повышением своей экспортной способности, как можно больше продавать за кордон с высокой добавленной стоимостью. Но этим, наверное, тяжелее заниматься, чем просто впаривать нам очередные покращения. Ну и плюс ко всему, для того, чтобы вырос экспорт, нужно для начала повысить производство внутри страны. И с этим у нас тяжеловато, поскольку идет война, и часть производств просто постоянно в зоне риска того, что они могут попасть под бомбежку и закрыться, так и не успев ничего продать или сделать. Плюс у нас вопрос электроэнергии, которая тоже дается в знаки, и она тоже отражается на ценах отсутствия электроэнергии и переход работы на генераторы. Все это никак не повышает работоспособность предприятий и, как следствие, не повышает возможность экспорта за границу различных товаров, из-за которых мы могли бы жить более-менее спокойно. Возможно, нам бы удалось избежать решений о повышении налогов. Но, судя по всему, каких-то вменяемых решений в ближайшее время не предвидится, к сожалению, потому что явно пытаются постричь просто такой ноль нас с вами, что все это напоминает лишь запнутый круг войны и бедности, к сожалению. Потому что просвета, конца тоннеля вообще никакого не видно абсолютно. Пишите ваше мнение в комментарии, готовы вы к повышению налогов и всего остального чуда Кабинета Министров и Верховной Рады или же нет. Ну и в целом, конечно, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы оставаться в курсе самых главных и важных новостей.